Музыка Мы находимся в селе Орнек Есильского района. Это село было основано в 1925 году старейшинами родов Тушке, Койсаре и Жанатай. Вот глава рода Жанатай был захоронен рядом с этим селом. И он был одним из батыров Абылайхана. И мы постараемся рассказать о нем в рамках этого проекта МТРК. Аман, скажите, в каком родстве вы находитесь с Жанатай Абатыром? И когда вы узнали впервые о том, что на этой земле захоронен такой великий человек? Ну, по рассказам моего отца, он как Альмин Тулебай, он собирал данные наших дедов, вот это все он собирал до своего времени. Интересовался корнями? Да, интересовался корнями, стихи поэтов писал. И одно, что он мне показал, когда был маленьким ребенком, он мне сюда приводил и показывал, вот насчет вот этого камня показывал. Вот здесь, говорит, наш предок Жанатай Абатыр здесь захоронен. Я говорю, папа, окей, откуда мы знаем, что здесь захоронен именно Жанатай Абатыр? И вот одно отличие, вот камень стоит нижний, надгробный камень нижний, между ними вот такой мох, вот такой мох поставлен, вот чтобы он не скользил, потому что камень сам по себе имеет, он твердый же, он соскальзывал. И чтобы не соскальзывал, и враги, чтобы не находили, и не разрушали, да, вот это все, чтобы не разрушали, наши предки как сделали? Хитрость такая. Да, вот такой мох положили, потом сверху вторым камнем закрыли, чтобы он не скользил, потому что, чтобы камень сам по себе твердый, он может скользить. И чтобы он не скользил, вот такой мох, вот здесь, хорошо, есть, внизу, да, внизу, водоем, оттуда брали мох, и вот ложили на мох толстый слой, и сверху второй камень ложили. Вот отличие. И вот мне как отец рассказывал, что когда, говорит, ты сам, говорит, состаришься, когда уже, говорит, у тебя дети будут, и чтоб ты, говорит, показал именно, говорит, вот это место, вот отличие, говорит. Чтобы они не забывали. Да, они не забывали. Вот он мог. Проверить как можно, да? Да, да. Вот здесь он сейчас рассыпается. Ну, я когда маленьким был, еще мог, еще такое чувствовался. А сейчас уже потихоньку-потихоньку это исчезает. Приводили своих уже детей? Да, я сам своих детей вот два раза приводил. И в будущем тоже хочу привезти. Да, и показывал. В тот раз я пришел, приезжал сюда, показывал своим детям, где Жанатай Батыр лежит. Уже-то, сейчас тут уже не забудем, потому что уже надгробный хороший камень поставили. Но до этого отличали вот наши деды. И именно вот по этому камню. И вот посередине мог был от этого отличия. Я знаю, что вы еще хотите поставить на Кургане памятник Жанатаю Батыр. Да, мы хотим, вот сейчас предки все, кто вот отсюда переехал все, вот ребята, хотим собраться. И вот там на изголовье, на возвышенности, хотим памятник поставить. Если как разрешат нам, конечно. Здравствуйте, Мурат. Здравствуйте. Я знаю, что военный институт проводит большую исследовательскую работу по изучению института Батырства. Сегодня мы понимаем, что это важно. На каком этапе сейчас ваша работа? Одним из этапов, который мы проводим по изучению такой исторической личности, как Жанке Ола Жанатай Батыр. Значит, первым этапом, конечно, было изначально это изучение источников, где мы встретили, значит, очень много информации про Жанатай Батыра. Сегодняшний этап мы хотели бы уже теперь непосредственно от его прямых наследников услышать те оставшиеся предания, легенды, которые передавались из уста в уста, от поколения к поколению. Значит, седьмое, шестое, седьмое поколение. Значит, эти люди живут как в самом ауле, так и в других населенных пунктах нашего Казахстана. А почему военный институт так заинтересован в этой работе исследовательской? Военный институт, как мы все знаем, готовит будущих офицеров, будущих защитников Отечества. И главная цель в ходе подготовки и воспитания наших курсантов, которые ставятся главнокомандованием Национальной гвардии Республики Казахстан, и непосредственно начальником военного института Национальной гвардии Республики Казахстан, это генерал-майором Абжановым Бауржан Садыковичем, это военно-патриотическое воспитание. Ведь, чтобы готовить будущих офицеров, они должны... Расти на примерах. Расти, да, на примерах наших предков, в том числе наших батыров. Расскажите, пожалуйста, какую исследовательскую работу вы сейчас ведете по изучению жизни Жанна Тая Батыра? Вы знаете, дело в том, что сейчас, на данный период, мы, наш первый президент Эльбасы, Нурсултан Абич Назарбаев, его послание народу, одном из его было, это Рухани Жангру, и с чем познать что-то, искать и так далее, у нас не было возможности. И сейчас он, как бы, семь грани великой степи, мы изучаем в плане наших батыров, которые прожили в 17-18 веках, и чем они прославились и так далее. В этой связи мы создали такой, можно сказать, центр, вернее, военный институт национальной гвардии Республики Казахстан и Северо-Казахстанский университет, вот, и мы работаем над историческими личностями, которые жили в эти времена. И одним из личностей является Жанна Тай Батыр, Жанке Улы. Он прожил, воевал, отстаивал от врага Джунгар эти земли Орнека. У него было 500 воинов, за каждого воина он отвечал. Он был очень сильный человек по характеру, очень выносливый. В трудные времена он встретился, был мальчишкой еще, Аблайхану, и когда он был мальчишкой, он многого научился, и ему Аблайхан дал возможность стать одним из военачальников, который руководил войсками. Вот у него были эти войска. И в историю он вошел, как Джунгарский, один из ханов Джунгар, говорит, меня никто не побеждал, и я должен быть, остаться в памяти непобедимым. И когда Джунгарский хан это сказал, он, говорит, вышел, против меня никто не выступал никогда. И один на один хотел бы выступить. И Жанатай Жанкеулы Батыр в 17 веке, это описано в литературе, в истории, и есть эти данные в интернете. Он вышел один, и быстро он его, как бы, приземлил, и тем самым показал, какой он есть в Батыр. Хочу сказать, что о Жанатай Батыре много сказано. Очень много литературы имеется в поэме Махжана Жумубаева, поэма Батыр Баян. Дальше очень много написано земляками с этой рнека, которые описывали эти места. Было интересно знать эти места. Почему? Потому что, действительно, здесь очень великие люди родились, и многие эти люди ушли из жизни. Но почему-то многие из них возвращались на свою испокон веков землю, и, что бы говорили, хоронили их здесь. Одним из них является наш соплеменник, мой, как бы сказать, я с ним когда-то общался, Сайляу Габбасович Утеев, он генеральный директор был Колоса. Хочу сказать, что здесь родились многие, в этом ауле вышли и вице-министры, и партийные работники, и общественники. И это было сказано, было обращение этих аульчан, чтобы мы как-то помогли им в раскрытии этого места, и сделать его имя сакральным, как Батыра. Ну, когда мы взялись за это место полгода назад, мы о нем ничего не знали. Сейчас мы, благодаря нашему подполковнику Байбусинову, Мурату Наймановичу, много очень собрали материал. Мы издали, значит, свои уже данные о Жанатай Батыре в газете, армейской газете «Халкан». Она вышла буквально неделю назад. В северном Казахстане вышла статья на русском языке о Жанатай Батыре. и его времени. Кроме этого, мы планируем в армейских журналах, таких как «Беркут», «Хабаршисы» журнал есть. У нас научный журнал, который описывает его боевые действия. Дело в том, что подполковник Байбусинов, он работает на кафедре тактики, и он много тактических знает моментов истории войны, искусства войны и так далее. Я думаю, мы с ним осилим эту часть и будем работать дальше. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова